здравствуйте мои хорошие канала и вторая надежда общий расклад который будет называться что он думает обо мне сегодня и что по его мнению я делаю не так часто бывают вопросы такого рода что ну что я делаю не так здесь мы посмотрим конечно такие вопросы смотреть буду на трех колодок сигнификацию я буду смотреть на оракуле полной луны с ним вы уже знакомы и две новые колоды на моем канале и это новинки уходящего 19 года это золотое таро артного и что мне и еще больше всего порадовала до в уходящем году когда увидела данную колоду я и сразу захотела и кто-то уже знает да кто-то нет это таро маленького принца те кто читал сказку замечательную сказку там для взрослых и детей здесь эта сказка без возраста антуана де сент-экзюпери маленький принц я думаю да вот в картинках будет понятно почему здесь розы почему лисы почему здесь барашки слоны там и так далее колода очень интересная колода сейчас вот знаете как увидела и хочу не могу коробочку тоже достала чтобы посмотрели как она выглядит для тех кто у меня на канале интересуется картами таро это маленький принц русская версия у меня она еще есть на английском естественно и вот золотое таро уэйд артного коробочкой тоже это новинка 19 года кто-то уже я думаю знаком с этими колодами кто-то встречается в первый раз но вот на моем канале анонсирую будем смотреть ваши вопросы на совершенно новеньких колодах они уже в личных раскладах были я с ними уже работала поняла что насколько с ними интересно работать особенно старого маленького принципа потому что если здесь классика но она такая обыгранным по-другому немножечко и новый взгляд то вот это таро читая сказку точнее зная сказку здесь арканы конечно отыгрываются немного по-другому понимаешь весь смысл и те кто не читал я настоятельно рекомендую сказка о том как найти своего внутреннего ребенка сказка о том как посмотреть на некоторых людей с другой стороны отождествляя себя с этим миром я думаю тех кто читал то моя рекомендация она носит такой вот незначительный характер но те кто не читал я рекомендую ознакомиться с этим шикарным произведением сказка она для тех кто читает быстро там минут сорок максимально займет прочтение я всегда читаю вдумчиво и если такую сказку даже я перечитываю где-то у меня уходит часа полтора потому что некоторые фразы я записываю в цитатник да что зорко одно лишь сердце ключевая фраза которая тянется нитью на протяжении всей сказки зорко лишь сердце самого главного глазами не увидеть и здесь такой тонкой нитью вот по всем арканинам тянется данная мысль в общем не буду долго откладывать наш расклад я покажу в рубашки кстати опять же до планеты розов колпаке те кто читал те знают о чем речь артного такая рубашка ну и раку полной луны думаю вот уже уже знаете знакомы будем смотреть будем смотреть три позиции как обычно для тех кто впервые ваша задача выбрать карту которая кажется вам откроет вашу ситуацию номер 123 но в любом случае я всегда делаю сигнификации для того чтобы также еще точнее смогли перепроверить свой выбранный вариант тем кому не хватает времени ставьте на паузу я буду начинать так позиции номер один ваш мужчина на сегодняшний день кто он что он и вообще живет в несогласии с самим собой здесь мужчина вот хочется и колется и мама не велит и что из этого наиболее лучший вариант для него здесь мужчина не знаю здесь мужчина вообще запутался здесь мужчина может запутаться в двух женщинах здесь мужчина может запутаться семья и любимая женщина здесь может мужчина запутаться что говорит мама что говорит семья там что говорит папа и есть еще любимый человек с которым тоже считаться необходимые мужчина подключая разум понимает что разум то тут не работает начинает думать сердцем до включая сердце и тоже понимаю что сердце до подсказок мало дает потому что здесь такая ситуация когда нужно сложить плюс с плюсом до или минус минусом но они не притягиваются они находятся на разных вообще полушариях не знаю полюсах как это будет правильно сказать с точки зрения физики но не притягивается здесь мужчина начинает противоборствовать или бороться сам собой здесь мужчина может довольно погрессивно вести себя и по отношению с близкими по отношению с родными здесь может мужчина вести себя даже таким не совсем подобающим образом с людьми которые этого даже по отношению к нему не заслужили это ведь и все потому что внутренняя такая борьба что мне выбрать что для меня лучше что на стороне добра что на стороне зла а хочется и одного и хочется другого и совместить не получается поэтому здесь мужчина может вообще уйти глубоко себя вот и сокрушаясь о том что не все получается так как ему нравится опять же здесь бьет по карману да вся вся ситуация так часто бывает когда мы начинаем идти против например того что нам будет хорошо для того чтобы проходить наши какие-то уроки когда мы идем против того что действительно наше нам начинают бить по основным сферам это работа это финансы это какие-то цели которые вот-вот мы уже достигаем и в последний момент все рушится и здесь у мужчины что раз ты высшие силы говорят мой хороший не можешь определиться мы тебе поможем мы тебе закроем какие-то моменты для того чтобы ты смог для себя понять что для тебя самое лучшее по карману да здесь идет удар о том что и мужчина здесь в целом то себя уже видишь что не таким хорошим не таким прекрасным здесь мужчина однажды поверил в себя причем здесь веру в себя здесь даже вы могли дать мужчине говоря какой он хороший до превознося его и усаживая на какой-то пьедестал мужчина стал понимать что я такой да меня любят мной восхищаются я же действительно я мощный я брутальный а здесь видите здесь ситуация когда мужчина понимает что вот весь такой яркий пиковый момент вот максимальный его харизма и брутальности закончился и не так-то он на самом деле даже для самого себя выглядит хорошо и достойно обретя веру в себя тут же он ее теряет поверил в себя но за заслуга со стороны помпезность была мужчина вдохновился потом видимо случилась какая-то ситуация и мужчина понял да действительно не такой уж я видимо и крутой как виделось мне как виделось кому-то наигрался здесь мужчина черная кошка здесь пробежала доигрался на другими словами ну вот видите а теперь мужчина и не знает что делать понимая что для того чтобы разрешить ситуацию здесь нужно время понимая что его теперь некоторые люди или один конкретный человек который ему важен видит совсем с другой стороны нежели когда ты его видели то есть он показывал себя например достойным человеком разумным человеком который работает там зарабатывает который выполняет свои обещания а тут раз и какая-то наружная оболочка здесь потрескалась и осыпалась и теперь мы видим реальный портрет человека и реальный его образ которым который на самом деле есть и мужчина здесь сам шоке от того что вообще происходит вот такая вот здесь позиция мужчины который думает и понимает что когда все его рушатся наказывают тот рублем тут игнором понимаешь что да здесь нужно сейчас ждать время возможно все расставит по своим местам а возможно здесь речь идет о том что мужчине дано некоторое время для того чтобы привести всю вот эту ситуацию водово варимый вид что он думает о вас сегодня второго маленького принца смотрим и так что он думает о вас сегодня но он думает появится но вы почему-то здесь сейчас от него далеко может быть вы находитесь на расстоянии может быть здесь вы от него закрылись абстрагировались поменяли номер телефона или заблокировали он хочет но он понимает что вы сейчас от него обороняетесь выстроили какую-то свою защиту до которой вот ему даже защиту преодолевать и ему нужно время может быть здесь карта говорит да что нужно время для того чтобы ситуация несколько наладилась опять же для принятия каких-то решений данному мужчину здесь тоже нужно будет время потому что все препятствия которые здесь сейчас создались ему нужно обойти бороться готов здесь но он понимает что время ему здесь все-таки будет необходимо ну звезда на звезда здесь такая чет карта вот в этой колоде четкая карта звезды да что здесь мы не видим каких-то посторонних помех посторонних каких-то небесных светил мы видим вот она одна звезда и вот она на нее лис и змея да это вот опять же все в рамках сказки маленького принца герои вот они смотрят цель есть здесь все таки цель есть и действовать готов но нужно преодолеть оборону что еще он думает о вас ну что он впал от вас в зависимость видите а для того чтобы быть с вами здесь ему нужно преодолеть кучу страхов кучу ограничений ограничение сложные серьезные и многому и и многое этому мужчине нужно действительно отсечь для того чтобы создать мир именно с вами в зависимость здесь мужчина находится причем здесь вот дьявол вот как вот я вижу да вот в этой колоде тоже вот он продуман здесь зависимость от работы здесь может быть зависимость от алкоголя здесь зависимость от своего положения здесь зависимость от чужого мнения здесь куча куча зависимостей И он понимает, что пока он не может их преодолеть, но именно для того, чтобы быть с вами, все это он должен преодолеть. Для каждого здесь по-разному, да, для кого-то здесь преодолеть какую-то финансовую зависимость, что свое положение, да, нужно нарушить, разрушить, чтобы быть с вами. Для кого-то здесь действительно бывают такие ситуации, что я не могу быть с этим человеком, пока он, например, выпивает. Ну, не могу, не переношу запах алкоголя. И мужчина здесь, впав в зависимость, а дьявол это у нас такой товарищ, который если зацепил, то он держит. И совладать с этой зависимостью или с дурной привычкой сложно. Поэтому он понимает, что отказаться ему от чего-то сложно, но необходимо. То есть всю ситуацию такую, какая она есть, здесь мужчина действительно четко понимает. Что ему нужно сделать и от чего отказаться. Что еще здесь он думает? Он надеется на вашу лояльность. Здесь мужчина надеется, что вы сможете, как настоящая женщина, его понять, принять и благосклонно к нему отнестись. Вплоть до того, чтобы пожалеть, что он такой несчастный, оказался в такой сложной ситуации, которая ему самому даже до конца непонятна. Что вы повернете вот ход своей жизни в его сторону и будете относиться к нему с благосклонностью. Ну, здесь, знаете, хочется сказать, ну, конечно, давай еще женщина все сделает своими руками, решит все твои проблемы, что если ты что-то потеряешь, она тебе компенсирует. Все у тебя будет хорошо. Ну, это, конечно, фантазии. Ну, мечтать не вредно. Ну, так вот здесь он думает о вас. Ну, и тот вопрос, который мы рассматриваем, здесь нет вопросов, что он будет делать там, и что у вас будет в дальнейшем. Здесь мы смотрим два конкретных вопроса. Да, что он у вас думает на сегодняшний день, мы уже посмотрели. И что, по его мнению, вы делаете не так? Так, смотрю на золотом артном воздухе. Что, по его мнению, вы делаете не так? А здесь вы не даете ему выбора. Здесь вы не даете ему пространства, чтобы обмануть, чтобы обхитрить, чтобы сманипулировать. Понимаете? Здесь мужчина четко понимает, что если он будет находиться в отношениях с вами, то некая его свобода для того, чтобы соврать, там, сбегать куда-то, и об этом, чтобы никто не узнал, она на этом заканчивается. И поэтому здесь, видите, что вы здесь создали для мужчины. Вы мужчине здесь создали. Там, желали вы это, или так это случилось в процессе ваших с ним взаимоотношений. Что складывается так, что он находится под неким контролем. И здесь женщина говорит так, что если мы с тобой вместе, что если ты любишь меня, а я люблю тебя, то не может быть никаких моментов, связанных с обманом. Ни с обманами, ни с изменами, ни с чем бы то ни было, вот, похоже на то, что здесь было озвучено. И вот по его мнению, что вы его чересчур контролируете. Вот что вы делаете не так? Хочется свободы, хочется пространства личного. Но, видите, здесь для чего? Для того, чтобы иметь какие-то собственные тайны. Да, видите, здесь мужчина понимает, что вы его сажаете в тюрьму под названием «Ваши отношения». И мужчине здесь грустно и одиноко. Мужчина, видимо, здесь, в принципе, такой, знаете, очень полигамный, который считает, что у меня есть, допустим, одни серьезные отношения, и пусть они будут. А еще я, как мужчина, могу возможность построить там еще одни, там другие, там третий, неважно. Для каждого мужчины здесь по-своему. Но здесь для него ваши отношения тюрьма, девочки. Поэтому, по его мнению, пусть здесь даже правильно, да, и я тоже сторонник того, что если в отношениях двое, то между ними не должно быть никаких неправильных сюжетов, да. Каждый должен понимать, на что он может рассчитывать в отношениях с данным человеком. Но здесь, видите, здесь, здесь человек считает по-другому. Такой вариант, что даже если мы вместе, я имею право на то, чтобы куда-нибудь сбегать. А не устраивая то, что ваши отношения, и он заложник ваших отношений, такой узник в камере, откуда ему не выбраться. Вот такая здесь ситуация, девочки. Если резонирует, если вам нравится этот расклад, то, конечно, я буду рада, если вы поддержите пальчиком вверх, и жду от вас обратной связи. Также можете написать свое мнение, что вы думаете о колоде «Маленький принц». Мне она очень понравилась, пусть она не совсем в традиции Райдера Уэйта. Есть небольшие отклонения, хотя в духе Райдера Уэйта, и те, кто хорошо знает эту систему, эти карты спокойно смогут взять в работу, и они ее спокойно поймут. Это был вариант номер один. Мы смотрим вариант номер два. Ваш мужчина на сегодняшний день. Сигнификация, чтобы вы смогли понять, ваш или не ваш. Что здесь он взвешивает? Здесь он взвешивает, а не доигрался ли он? Так, не доигрался ли? Да, здесь вы смотрите, здесь мужчина показывает ситуацию, когда его какие-то игры привели к ситуации, где он сейчас находится неким заложником данной ситуации. Масло масляное, но тем не менее. Здесь мужчина четко понимает, что та свобода, которую он хотел, либо, к которой он стремился, довела его до того, что где-то его начинают здесь прижимать. Хочется одного. Разумом понимает, что если я это хочу, и я к этому буду стремиться, а это для него что-то интересное, новое, такое вот завораживающее, он понимает, что кто-то с этим не согласится. А новое для него, девочки, здесь, не знаю, вы это ленивые, это какой-то новый интерес, связан вообще с новым шансом. Хотя для себя здесь он заранее понимает, что этот шанс особо ни к чему не приведет. Ну-ка, почему здесь? Потому что здесь мужчина четко понимает, что если он сейчас спустится во все тяжкие, и если он будет выбирать тот вариант, который пусть он даже сейчас видит для себя таким ярким, завораживающим, этот вариант ему принесет потом кучу проблем. А для общества, для окружения же хочется быть очень хорошим, очень правильным, не потерять ни стабильность свою, ни авторитет, ни лицо. Поэтому здесь мужчина находится, ну, кто-то его под коволок загнал здесь. Кто-то сказал, а тебе нельзя, что если ты туда пойдешь, тебе будет ай-яй-яй. Ну, душа здесь наизнанку выворачивается здесь, конечно. Хочется любви, хочется понимания, хочется счастья. А туда, к чему он стремится, душой и сердцем, туда нельзя. Ибо, смотрю, ибо на кону может потерять очень многое. Стабильность финансы, расположение определенного человека, либо лиц. И где он будет выглядеть, что если он не выберет вот то, к чему ему не хотелось бы склоняться, то потеряет как минимум лицо. Ну, на кону здесь семья. На кону здесь семья. Здесь мужчина понимает, что для того, чтобы пойти туда, где душа, где сердце, где эмоции, где чувства, нужно пожертвовать мнением дорогих близких людей. Кто это? Его семья, там, мама, папа, там, братья, сестры, там, либо его семья, там, жена, дети. Ну, поэтому здесь справедливость, здесь карта и была изначально. Он взвешивает, а не доигрался ли он, да, не приведет ли так ситуация, что к тому, чему он стремится, что ему хотелось бы, не доведет ли его желание к полному разрушению всей его жизни со всеми вытекающими. Ну, окей. Что он думает именно о вас сегодня, второго маленького принца? Вначале я говорила об этой колоде, в начале видео. Кто не смотрел, посмотрите. интересная колода с точки зрения любителей сказки. Маленького принца. Итак, что он думает о вас сегодня? Что он не может уйти? Он говорит, я не могу уйти. Я хочу выбрать сердцем, я хочу выбрать душой, но я не могу, меня кидает туда, где я должен быть. Он говорит, я люблю, но эта любовь заставляет меня самого страдать. Понимаете, вот он, видите, император. Но трон его занимают совсем другие люди, то есть он даже самим своим положением не распоряжается в полной мере, поэтому ему нужно юлить, хитрить, выворачиваться. Но здесь хочется сказать, видите, вот опять же, да, вот согласно сказке, здесь, конечно, здесь человек на троне важный, да, это внутренний ребенок, либо это его собственный ребенок, с которым он себя ассоциирует, свои ценности. То есть он вот во главе угла ставит то, что ему дорого. Не считаться с этим мужчина не может и понимает, чтобы здесь не навредить, но и пойти как вот путем вот своей души, своего сердца, я должен кого-то обманывать. а я хочу любить, а мне нельзя. Здесь есть один человек, который ему гласно, негласно, но здесь ставит запрет, говорит, нельзя, тебе туда нельзя. Он даже думает о том, чтобы разорвать вот эти отношения, эту связь, эту ситуацию, но он не знает, каким боком она к нему повернется, взвешивает. Борется душа с разумом, сердце с разумом борется. Он хочет стабильности для себя, но он ее найти не может. Справедливости здесь пока нету для него. Мужчина не знает, где ему лучше будет. Душа в одном месте, разум в другом месте. А что лучше для него? А к вам хочется, видите, возвращаться и возвращаться. Вы мечта, вы звезда для него, далекая. На расстоянии здесь вы тоже можете. находиться здесь колесо фортуны. Колесо фортуны, я говорю, десятка мечей, но здесь десятка мечей. Быть не в центре, где тебя убьют, да, а быть где-то на обочине. И ваше отношение, что если он будет с вами, то его здесь, конечно, растерзает, что нужно быть где-то подальше. И даже ситуация, что вот ваше сейчас наилучшее состояние с ним, это быть дистанционно. Иначе ему будет здесь совсем больно, совсем плохо. мечи-то летели в центр. Но мужчина, видите, выбрался здесь со всем тем, что ему дорого. Здесь мужчина вполне мог вам сказать, что нам сейчас нужна пауза. Или мужчина мог вообще ничего не говоря, не объясняя ситуации, закрыться, заблокироваться и заблокировать вас. Но для того, чтобы спастись. Видите, дистанция сейчас между вами это самое лучшее, что сейчас может быть в ваших с ним отношениях. За что люблю даже данную колоду? За то, что даже такие тяжелые карты, вот опять же десятка мечей, здесь не показывает конкретно убитую ситуацию. Здесь не показывает конкретно, что все закончилось. Здесь показано, что ситуация сейчас находится в стагнации, но для того, чтобы не было еще хуже. Будет лучше, если вот между нами пока будет пауза, дистанция, чтобы пока мы были не вместе, так будет лучше. Вот что думает здесь мужчина. Ой, ну тут вообще что-то душа наизнанку. Но давайте все равно посмотрим, что по его мнению вы делаете не так. Хотя здесь, видите, здесь даже не ваша вина, что вы тут что-то делаете не так. как здесь ситуация конкретного мужчины, чтобы он понимает, что вам сейчас лучше быть не вместе. Для того, чтобы сохранить ваши с ним отношения. не так. Да, здесь, видите, здесь карты так и дублируют, что если мы с тобой будем ближе, то у меня начнутся очень серьезные проблемы. Поэтому необходимость в дистанции и в расстоянии здесь актуальна как никогда. Он не хочет здесь проблем со своей семьей либо со своим окружением, со своими близкими людьми, с которыми он сейчас должен находиться. И поэтому здесь не ваша вина. Здесь мужчина понимает, что не от вас здесь зависит. Здесь нет ситуации, что вы здесь что-то делаете не так. Здесь от вас не зависит. Здесь не вы. Возмутите в спокойствии. Здесь вы для мужчины тайное сокровище, о котором он мечтал, мечтает и мечтать будет. Он понимает, что это все неправильно. Он понимает, что неправильно с точки зрения вот той ситуации, в которой он находится. Но отказаться здесь от вас здесь он тоже не может. И поэтому самый такой наиболее безболезненный вариант на данный момент это все-таки быть с вами на расстоянии. Вот такая здесь ситуация. на ваше комментирование. И если понравился расклад, конечно, я буду рада, если вы поставите пальчик вверх, напишите обратную связь. И, конечно, кто не слышал начало, как я уже говорила, послушайте по поводу новых колод. Может быть, какие-то моменты, замечания по данным колодам вы напишите, но мне они очень нравится. Особенно Таро маленького принца. Казалось бы, да, сказка, но насколько ее в колоде смогли отразить сюжетами где-то, не совсем стандартными по Райдеруэйту, но тем не менее очень интересно. Итак, позиция номер три. Мужчина на сегодняшний день, чтобы вы смогли понять, ваш мужчина или не ваш. Пожалеть здесь хочется этого мужчину, потому что если не в прямом смысле, не в прямом смысле, то в переносном здесь мужчина плачет. Плачет, потому что не получается, ничего не получается. Не получается быть тем мужчиной, которым он, по его мнению, является. И парадокс здесь в том, что здесь мужчина на самом деле довольно-таки достойный, но только то ли ограничения есть какие-то, то ли страха здесь перед кем-то слишком много, что мужчина, допустим, может сделать шаг, а получается какая-то неуверенная попытка сделать шаг. И отсюда здесь со стороны делается вывод, что мужчина-то не совсем зрелый. Мужчина здесь зрелый, но мужчина сам понимает безысходность того, как смешно сейчас он выглядит. все шаги, все действия здесь закрыты по мужчине, заблокированы. Почему? Кто-то сказал «Ах, хватит!» «Хватит!» Я так больше не хочу. Лучше не как вместо как-нибудь. А что мужчина тогда делал? А здесь мужчина... Что он делал? Здесь он уходил и возвращался. Уходил и возвращался. Уходил и возвращался. Видимо, вот его вот эти попытки беготни туда-сюда здесь и рассматривается, что ты совсем недееспособна. Или ты совсем несозревший человек для шагов, для поступков. Насмешил тем, что постоянно бегал-бегал туда-сюда. кто он на самом деле? Я говорю, здесь мужчина, который действительно сам по себе-то неплох. Здесь мужчина стабильный, здесь мужчина преданный близким ему людям. Может быть, вы мне скажете, что с вами он поступил плохо. Но здесь девочки, тогда я могу сказать, что не настолько близко вы с ним смогли понять друг друга. Не совсем близко вы смогли с ним сойтись, узнать друг друга. Точек соприкосновения было не настолько много, чтобы вы смогли об этом данном человеке сказать, что он достойный, он надежный, он хороший. Потому что для своих людей, которых он считает близкими, с семьей, друзьями. Здесь мужчина действительно надежный, здесь он действительно сделает очень многое. Фантазер, да, но у этого мужчины все его цели, которые есть в его жизни, они достигаются, да, в порядке очереди. И здесь мужчина идет от малого к большему. Здесь не так, что я хочу там виллу, там загородную, там дом на Мальдивах. Здесь мужчина четко рассчитывает на свои силы, и мужчина знает, что в этом году я, допустим, работаю, зарабатываю себе на машину, в следующем году я зарабатываю себе на ремонт в квартире, там еще год понадобится, чтобы купить дом. То есть мужчина все свои цели мечты реализует согласно графику, которому он сам себе нарисовал. И все у него здесь получается. Ну, мужчина здесь, видите, как бы он не хотел, здесь мужчина привязан к мнению общественности, к социуму. Шага влево, шага влево, шага вправо. Здесь мужчина без чего-то одобрения здесь не сделает. Если семья скажет, можно, значит, мужчина будет волен делать так, как ему позволено. Если ему скажут, нельзя. Как бы ему не хотелось, как бы душа бы его там не рвалась наружу. Шага лишнего здесь он не сделает. Что он думает о вас сегодня? второго маленького принца. Она колючая, но я её люблю. Она гордая, она грубая где-то, но я её и люблю. Она моя. Та цитата, которая говорится, что зорко лишь сердце самого важного глазами не увидишь. Здесь мужчина чётко понимает, что как бы вы себя не проявляли по отношению к нему, что бы вы ему не говорили, как бы он сам не поступал, а всё равно вы в его душе и вы в его сердце. маленькими тихими шагами постепенно постепенно, но мужчина всё равно стремится к вам как к своей мечте. Звезда далёкая, но она чётко здесь обозначена в этой карте. И колесница перед звездой говорит о том, что мужчина готов стремиться к тому, чтобы сблизиться с вами. Вы сейчас от него здесь далеко. Эмоционально может быть. Может быть физически вы на расстоянии. Вас он готов беречь. Кто не читал сказку, маленький принц, почитайте, вы поймёте, что значит роза для данного героя. Вы для него та самая роза. который ему уже не верит. Которая уже выстроила барьеры. Но он готов бороться. Здесь карта пожа-мечей это не шпион. Здесь человек, который готов бороться с баобабами. Тоже почитайте, кто такие баобабы и что им вообще значит. Он говорит, не странно то, что она поставила заслоны, преграды между нами. Буду бороться с этим. Я понимаю, что сколько это нужно сил, трудов. Они уже выросли. Но я готов с ним бороться. я буду холить, лелеять и заботиться о наших отношениях, о наших чувствах. Пусть даже мне на какое-то время придется уйти, уехать, но в душе, как минимум в душе. Я буду свою любовь держать и помнить о ней. что-то еще одно откровение здесь мужское такое. До слез, да, девочки, здесь. Здесь мужчина говорит, что пока я действовать не могу, но я во всяком случае в душе буду сохранять то, что есть между нами. Я буду бороться с препятствиями, которые на нашем пути. Даже если эти препятствия она мне поставила, я все равно буду с этим бороться. Пусть на какое-то время я должен буду уйти из отношений. Пусть даже какое-то время между нами будет пауза и будет казаться, что уже больше ничего между нами не будет. Пусть. Но я сохраню то, что есть между нами. Чтобы потом сделать шанс, чтобы потом снова наладить отношения, снова стать друзьями хотя бы друг другу, а там посмотрим. Вот что здесь мужчина говорит о своих мыслях о вас. А что, по его мнению, вы делаете не так? Вот тот вопрос здесь, он, конечно, не актуален в рамках того расклада, который мы здесь смотрим, но тем не менее. Возможно, это тоже даст вам какое-то понимание ситуации. Что, по его мнению, вы делаете не так? Вы ждете скорейшего определения мужчины по отношению к вам. Кто я для тебя? Развлечение, времяпрепровождение, либо я для тебя серьезные отношения. Здесь что вы делаете не так? Для мужчины вы слишком далеко и слишком глубоко смотрите в будущее, причем очень серьезно. Здесь мужчина хотел бы, чтобы вы не торопились. Да, здесь мужчина говорит, что нам сейчас пока для того, чтобы обсуждать наши с тобой проблемы или наше с тобой будущее, нам нужно еще какое-то время, прежде чем мы можем начать обсуждать, не говоря уже о том, чтобы что-то делать. А здесь он говорит, слишком она распланировала надолго наши отношения, и мало того, что надолго, так еще и очень серьезно. А сейчас у него нет те обстоятельства, чтобы что-то делать. Здесь даже не те обстоятельства, чтобы что-то можно было пообещать или о чем-то договариваться. Здесь мужчина говорит, что торопиться здесь бессмысленно, ничего не получится. Я люблю, она мой шанс, который я максимально буду стараться реализовывать. Но только здесь девочки здесь ну, тайно, время, да, со временем, со временем, и время, которое он сам для себя даже еще не знает. Вот само время, когда, оно даже для него находится под каким-то секретом, какая-то загадка, да, вот сколько нужно времени для того, чтобы действовать, он не знает. Здесь мужчина говорит, вот что, по его мнению, вы делаете не так. Здесь мужчина говорит, здесь я буду решать, я хочу, да, ты моя любовь, ты живешь в моем сердце, я понимаю, что между нами сейчас есть некая дистанция эмоциональная или физическая и не надо для самой себя планировать какие-то конкретные сроки, в течение которых все должно осуществиться. Здесь нужно время, здесь нужны другие сроки, здесь я сам буду действовать тогда, когда будут возможности. Вот такая здесь, девочки, ситуация. Поэтому думайте сами, конечно, что делать с данным мужчиной, но все, что здесь карты показали, я вам здесь прочитала. Надеюсь, вам понравились новые колоды, надеюсь, вам понравился расклад, если да, то, конечно, поддержите меня пальчиком вверх. Я жду вашей обратной связи и по раскладу, и по колодам, особенно тех, кто любит маленького принца, кто не читал, прочитайте, здесь занимает, в самом начале послушайте, что я рассказывала об этой колоде. Чтение сказки займет, беглым чтением 30-40 минут, но вы получите, уверяю вас, неимоверное удовольствие от того, насколько все это, казалось бы, давно было написано легким языком, но это настолько актуально даже на сегодняшний день, и читая, мы понимаем, насколько мы бедны от того, что мы забываем, что все равно в душе мы дети, и все равно в душе нас живет наш внутренний ребенок, который порой не понимает наших взрослых замашек, а внутренний ребенок это важная составляющая, которая помогает нам на многие даже взрослые ситуации смотреть под совсем другим взглядом, и помогает жить, понимание, что есть в душе наш маленький-маленький мальчик, либо маленькая-маленькая девочка, которые так и хотят нашего внимания и так и хотят, чтобы мы не были такими правильными взрослыми людьми, а чтобы мы были людьми, которые могут быть играючи, могут, да, играючи решать какие-то серьезные, важные свои жизненные заботы, не погружаясь вот в эту взрослость. Могу на эту тему разговаривать часами, наверное, но я вас загружать не буду. На сегодня все. Желаю вам всего самого наилучшего. До встречи в новых видео. Пока-пока.